Телеканал КРТ представляет Нафталин, я смотрю на их унылые физиономии, нафталином ошпрёт. Я помню эти времена. Проблема в другом. Всё, к чему они не прикасаются, превращается в вещество коричневого цвета. И это, увы, не шоколад. Понимаете, я просто общаюсь с радийщиками, собственниками ФМ-станции. То, над чем надзирают, борьба за соблюдение языковых квот, например, привело к тому, что люди радикально меньше стали слушать ФМ-станции. Это тут же отразилось на доходах. Это правда. Да, и одно дело, когда там небольшой минус, и совладелец тебя датирует, чтобы платить людям зарплату, чтобы на текущие расходы. Другое дело, когда минус вылетает на 30-40% падения рекламных бюджетов. Они получно и планомерно уничтожают украинское телевидение. То есть, и всё больше переходит в онлайн. Поэтому вся вот эта их борьба чётна. Другое дело то, что сегодня Шмыгаль, по-моему, или вчера заявил о том, что у нас дефицит 300 миллиардов бюджета. Ну, некоторые говорят, это дыра, и дыра чуть-чуть побольше, 400 миллиардов. Вот почему бы не сэкономить на таком органе, как Национальная рада? И воздух станет чище, и денег в бюджете станет немножко больше. На школу, например. Да. Ведь, ну, должно быть адекватное решение. Почему? Потому что деятельность самого Национального совета, она бьёт по президенту Зеленскому. Ну, абсолютно верно вспомнили то, что говорил Зеленский во время избирательной кампании. И люди это помнят. Ну, на календаре 21 век, и попытки, ну, мы видели в Белоруссии, попытки построить великий белорусский фейервол с помощью китайских товарищей, ну, да, оказались неэффективными. Мы помним, как Пётр Порошенко, готовясь к избирательной кампании, там, целую армию парахоботов в Фейсбуке, там, тут, а Ютуб-каналы, ну, Дубинский, Бигус, тот же, Шарий, помножили на ноль в февраль-март рейтинг Петра Алексеевича. Да. То есть, опять же, он оказался в положении того генерала, который готовился к прошедшему сражению. Поэтому попытки Национальной Рады, это, ну, такой анахронизм. Но в Сан-Васе надо действовать, с одной стороны, юридическое направление, юристам здесь масса работы, а другое, например, создание общественного давления. То есть, максимальный резонанс, но акцент всё-таки надо делать как раз на международной поддержке. Поскольку рассчитывать на журналистскую солидарность в Украине, не, по-моему, только Ньюс Ван за эти несколько часов поддержал канал. Всё остальное, ну, были же прецеденты и с Кириллом Вышинским, и с Муравицким, и с Васильцом. Где журналистская солидарность? К сожалению, журналистская следа в Украине сучина, как говорят в кругах определенных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова